И национального конкурса, и встречи с зарубежными нашими гостями и членами жюри, и покажем их фильмов. Так что у нас действительно сегодня такой киноманский день по всех смыслах. И это здорово, хотя это и вынуждено. Я и наш всех, и фестиваль на несколько дней, как вы понимаете, поставили такую экстремальную, буквально, в смысле слова, ситуацию. И мы все-таки решили провести и сделать сегодня полноценный день. А дальше и все, кто сидит здесь, можете передать на платформе Non-Fiction. Зарегистрировавшись, вы можете посмотреть практически все программы и официальные, и неофициальные фильмы нашего фестиваля. И я надеюсь, что мы проведем этот фестиваль. Он будет длиться до того числа, как и намечено. И в следующем году, я думаю, что вот этот весь ужас и то, что мы переживаем все вместе, закончится. И мы будем встречаться и на открытии, и на многих других площадках. Во всяком случае, я смотрю на это с надеждой. Сегодня фильм-открытие Франсуа Зон. Впервые в России будет показана его новая картина, которая была в конкурсе Каннского фестиваля. И сейчас вам ее представит арт-директор нашего фестиваля в онлайн-формате Андрей Плахов. А я вам всем желаю здоровья и буду рад с вами увидеться много-много раз. Спасибо. Доброе утро, дорогие друзья и коллеги. Сегодня мы оборачиваем фестиваль, и это довольно необычно, потому что на первом дне обычно у нас есть только фильм-открытие. Но сегодня все наши cinемы смотрят и показывают разные проблемы, потому что, вы знаете, мы были в таких экстремы ситуации этот год. Поэтому мы решили сделать этот первый день для всех, чтобы снимать так много фильмов, как мы могли. И, как вы знаете, мы надеемся, что фестиваля будет продолжать так много дней, как это планировано. И вы можете смотреть все фильмы на сайте, если вы регистрируете там, все программы. И я надеюсь, что это будет продолжаться. Когда это будет продолжаться, мы будем продолжать больше времени, чтобы мы продолжаем. И сегодня наш фильм оцениваемый, что Франсуа Азон, который был последний фильм «Всёк все хорошо». И теперь мы будем смотреть видео нашего арт-директорка фестиваля Андрей Плахов. И он будет представить фильм для вас. Спасибо. Здравствуйте. Мы открываем фестиваль «Послание к человеку» и программу «Кино сверх реальности» фильмом Франсуа Азона «Всё прошло хорошо». Трудно представить другой фильм, где так наглядно было бы представлено столь характерное для современного кино соединение документального и игрового начала. «Три года назад я написал книжку о Франсуа Азоне, вот она, о французском режиссёре, известном любовью к художественным провокациям, чёрному юмору и нестандартной эротике. Почти всё из этого присутствует и в его новом фильме, но основа совсем другая. Это документальная повесть Эммануэль Бернхейм, сценарист, работавший с Азоном и описавший, как ей и её сестре, преодолев неимоверные трудности, удалось выполнить волю больного отца, пожелавшего уйти из жизни путём эвтаназии. Хотя тема звучит печально, Азон сумел и её решить так, чтобы зритель получил удовольствие от неожиданных поворотов сюжета, элегантной режиссуры и великолепной игры французских звёзд Андрею Салье и Софи Марсо. Это кино даёт пищу и для ума, и для сердца. Желаю вам хорошего просмотра. Это мой открытый месседжер к Мэн Фестиваль и срел-синема программой с Французомом Французом. Всё всё хорошо. Всё хорошо. Это сложно представить фильм, который более комбинарный фильм и фикшн в себе. Три года назад я написал книгу о Французом Французом, который знал для его любви, автористическую провокацию, black-humор и от-бокс эротизм. Оно и от-бокс эротизм вы можете найти в этом фильме, хотя это зависит на декументарном фильме Эммануэль Бернхэйм, который работал с Азон, и она рассказывала историю о её и её сестрах жизни, для улучшения своего рода и от-бокс эротизма. И даже если это за счет, Азон успел сделать это для зрителей, для зрителей, с его элегантной направленностью и невероятных движений, и для улучшения французского автористов Французского фильма, Андрей Дессолье и Софью Марсоу. О фильме дает food, но для сердца и сознания. Покажите на снимку. Продолжение следует... все это хорошо, и вы еще встали в зале, потому что я думаю, что это очень важно, особенно сегодня, продолжать в зале. Вот, это фильм очень важный для меня, потому что он был адаптан из книги, который мне очень нравится, Эммануэль Бернем, который рассказывает на финной жизни с детьми. Я хотел сделать это фильм для того, чтобы его уважать, и также, чтобы работать для первого первого с двух актеров, с которыми я никогда не работал, Sophie Марсоу, которая есть французская, и Андрей Дусолиер. И играет все вместе с детьми, с детьми, с детьми, с детьми. Вот, я надеюсь, что фильм вам понравится, и вы aiderа, чтобы понять, и вы спросить вопросы, на жизнь, на смерть, и любовь, с детьми, с детьми, с детьми, с детьми. Спасибо, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова